ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех вас, дорогие отцы, дорогие братья и сестры, поздравляю с Великим Четвергом, совершенно особым днем в жизни нашей Церкви, потому что в этот день ежегодно мы вспоминаем установление Таинства Евхаристии, мы вспоминаем Тайную вечерю, на которой Господь наш Иисус Христос, взяв в руки хлеб и преломив, раздал его своим ученикам, взяв в руки чашу, благословив ее, дал пить из нее каждому из учеников. И о хлебе Он сказал, сие есть тело мое, которое за вас преломляется, а о чаше своей Он сказал, это кровь моя, которая за вас проливается. И с тех самых пор началось в Церкви Таинство Евхаристии, потому что после того, как Господь Иисус Христос был предан на смерть, после того, как Он умер на кресте, воскрес, ученики собирались вместе для того, чтобы вспоминать о Нем и для того, чтобы по Его заповеди, сие творите в мое воспоминание, преломлять хлеб в воспоминания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И когда священник в наши дни совершает литургию, то литургия начинается с той части, которая не видна и не слышна верующим. Это приготовление хлеба для того, чтобы он стал телом и кровью Христа. Эта часть литургии называется проскомидией, то есть приготовлением. И вот священник берет просфору, вырезает из нее четырехугольный агнец со словами «Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». И вся литургия совершается в воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Но это совсем не такое воспоминание, которое обращено только к прошлому. Это не просто какой-то урок истории, это не просто воспоминание о каком-то историческом событии. Это то священное воспоминание, которое продолжается в наши дни. Это та история, которая не ушла в прошлое, а которая длится в настоящем. И мы становимся участниками этой истории всякий раз, когда совершается Божественная Литургия и когда мы причащаемся к Святых Христовых Таинам. Все молитвы Божественной Литургии говорят нам о том, что в Литургии прошлое соединяется с настоящим и будущим. Мы в этих молитвах вспоминаем все домостроительство спасения Господа нашего Иисуса Христа. Всю историю человечества, начиная от сотворения мира, сотворения первых людей, грехопадения первых людей. Всю ветхозаветную историю, историю пророков, которых Господь посылал для того, чтобы вразумлять свой народ. И увенчанием этой истории стало пришествие в мир Господа Иисуса Христа, Бога Воплотившегося, Бога, который стал человеком для того, чтобы спасти нас и для того, чтобы даровать нам самого себя. И мы, собираясь на Евхаристию, вспоминаем все эти события, а также и всю историю Церкви, и всех святых, которые просияли в течение двух тысяч лет существования Церкви. Вспоминаем и всех усопших, которые жили в Церкви и которые умерли, и которые сегодня в Царстве Небесном ожидают нас. А некоторые, может быть, находятся еще в месте мучения и ждут от нас, что мы будем молиться о них, для того, чтобы Господь извел их из этой бездны мучения, где они отбывают наказание за свои грехи. И вот вся история соединяется в этой Божественной Тайной Вечере. И настоящее, и будущее. Мы сейчас переживаем особые дни. Многие из нас, за исключением священников, работников храма, лишены возможности присутствия в храме и личного участия в Божественной Евхаристии. Церковь всегда напоминает о том, что подлинным участием в Евхаристии является причащение святых христовых тайн. Только когда мы причащаемся, мы по-настоящему участвуем в Евхаристии. Если мы просто на ней присутствуем и уходим без причащения, это, конечно, проходит для нас не без пользы, потому что мы молимся вместе со всей Церковью. Мы участвуем в той молитве, которую совершают ангелы Божии на небесах и которую совершает церковная община на земле. Но полнота участия в Евхаристии – это, конечно же, участие в Таинстве Святого Причащения. И многие из нас, большинство верующих, по крайней мере здесь, в Стольном Граде, Москве, сегодня лишены этой возможности. Только через прямые трансляции вы можете участвовать сейчас в богослужении. И, наверное, нам надо задуматься о том, почему Господь попустил такое испытание для нас, верующих. А может быть, потому что мы недостаточно ценили тот дар, которым Он так щедро одаряет нас за всякой божественной литургии. А давайте вспомним, сколько раз в нашей жизни было, когда можно было пойти в храм, а мы себе говорили, ну, не в этот раз. Сейчас я устал или устала, сейчас у меня не хватает времени, у меня есть какие-то другие дела, церковь никуда не уйдет, литургия всегда совершается, успею и причаститься, и исповедоваться. И сколько раз было, что по беспечности, по ленности, по каким-то иным причинам мы или пропускали литургию, или уклонялись от литургии. А сейчас многие из нас почувствовали, какой это неоценимый дар причащения святых христовых тайн. И не имея возможности сегодня в этот божественный день Великого Четверга быть участниками Тайной Вечери, давайте поблагодарим Бога за то, что Он дал нам это священное таинство. И давайте каждый из нас скажем себе, не будем по возможности никогда пропускать божественную литургию и таинство святого причащения, если у нас есть такая возможность прийти и соединиться с Господом. Потому что мы не знаем, не отнимется ли у нас эта возможность в будущем, как она сейчас у нас отнялась. И будем просить Господа, чтобы Он помогал нам и в эти трудные дни ощущать себя членами той единой общины учеников, которую Он создал. Когда мы читаем евангельский рассказ о Тайной Вечере, то мы можем обратить внимание на то, что на Тайной Вечере присутствовали и в ней участвовали только 12 учеников Иисуса Христа. В ней не участвовали ни Божия Матерь, ни женщины, которые ходили за Иисусом, ни многие из учеников Иисуса. По-видимому, в ней не участвовали и апостолы от 70, только 12, те, которых Он избрал для того, чтобы они продолжили Его дело. Но после того, как Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, в Тайной Вечере стали участвовать все верующие во Христа. И Царство Божие открылось для каждого человека. Вот сегодня многие из нас могут почувствовать себя так, как чувствовали себя Божия Матерь, когда Господь Иисус Христос был предан на смерть, так, как чувствовали себя те ученицы Господа, которые оказались за порогом горницы, где совершалась Тайная Вечеря, как чувствовали себя многие, недопущенные тогда к участию в ней. Будем просить Господа о том, чтобы Он преклонил милость Свою к нам, к нашему городу, к нашей стране, к нашему народу. Будем просить Господа о том, чтобы то испытание, которое Он нам послал, как можно скорее прошло, и чтобы мы все смогли вновь соединиться в наших храмах, вокруг Святой Чаши Господа нашего Иисуса Христа. Я всех вас сердечно поздравляю с этим праздником, прошу вас и дальше участвовать в наших богослужениях через те прямые трансляции, которые мы будем ежедневно совершать. Сегодня вечером будем читать 12 Евангелий о страстях Христовых. Завтра будем вспоминать смерть Господню и совершать чин погребения Спасителя. В Великую Субботу будем совершать Божественную Литургию, на которой переоблачимся из темных в светлые одежды и в ночь Святой Пасхи встретим воскресшего Христа. Храни вас всех, Господь, берегите себя и пусть Господь всех нас хранит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok